Вёча Файтер Вёча Файтер Вёча Файтер Да и те, которые присутствуют, совсем не похожи ни на Памелу Андерсон, ни даже на Анжелину Джоли. Но если их подвёл размер груди, хоть большие глаза бы пририсовали, так нет, самые обычные девушки. Да и боевая система. Кто это придумал? Сколько ни молочу по кнопкам, всё время выходит или дурацкий удар рукой, или одна и та же комбо. Что это за файтинг, в котором все удары скучные и некрасивые? Как вы вообще в это играете? Да и медленный какой-то. А самое главное, где финальные заставки для персонажей? Где сюжетная линия с продуманными диалогами? Вы что, думаете, я и правда в файтинге играю ради того, чтобы подраться с сильным соперником? Издеваетесь? А вот взгляд фаната сериала. Пятая часть сериала добавила много нового. Помимо двух совершенно новых персонажей, сильно возросла скорость игрового процесса. Изменилась система джагглов, появились новые красивые степы, намного улучшилась анимация, был переработан баланс. Старые персонажи обзавелись множеством новых приёмов или получили совершенно новую анимацию старых, вроде перехватов ударов у Ванессы. Изменился режим квест. Теперь в каждом из клубов можно выбрать один из трёх игровых автоматов для сражений. И никаких больше дополнительных заданий, вместо них теперь регулярные неофициальные чемпионаты в клубах. Основная фишка их в том, что после поражения нельзя взять реванш. Отдельно нужно сказать о кастомизации. Мало того, что теперь для каждого персонажа существуют четыре костюма, так появились ещё и десятки разных предметов для них. Ну а кроме того, Вёча Файтер 5 на данный момент самый красивый файтинг. Здесь самые реалистичные и детализированные персонажи и обалденные трёхмерные арены. Конечно, не обошлось и без недостатков. Небольшие баги в анимации захватов и ударов, связанные в большинстве случаев с слишком маленьким ростом нового бойца Эль Блейз. А также полное отсутствие поддержки сети, хоть в каком-либо виде. Даже реплеями не поменяешься с соседом. Всё придётся демонстрировать на своей консоли. Но всё же плюсы пятой части сериала ставят её на вершину олимпа файтингов. На данный момент это самая техничная, сложная и интересная игра в своём жанре.